А Наташа храпит. Здравствуйте. Привет, народ. Мы в аэропорту, да? В аэропорту Шарджа. Привет, друзья. Елочка уже, Новый год скоро близится. Довольно-таки долго контроль стояли, почти и час. И что странно, знаете, что странно, сейчас встану возле елочки. А знаете, что странно, у нас это... Мы летим в такую страну, в очень далекую, пока не скажем в какую, но... Весь прикол в том, что мы собираем даже не сюда такой пакет документов, а его не спросили даже. Правда, девочка, что она паковала чемодан, она как-то спросила, вывез чемодан. В смысле, паковал? Да, ну не паковала, а принимала чемодан на регистрацию. Как-то мы собирали документы, у нас вот такие вот файлы документов в эту страну. И нас вообще ничего не спросили. Ни визу, ни COVID-тест, ни там специальный тест на хелс-форум, на здоровье, вообще ничего. Вот, а сейчас мы в аэропорту Шарджа покажем вам аэропорт. А вы пока в комментах догадайтесь, в какую страну мы летите. Вот скажем, страна теплая. Ну вы с нами, конечно. Мы летите. Да, она очень теплая, и она выходит в Индийский океан. Так что, пишите комменты и еще. Поехали с нами, посмотрим аэропорт Шарджа небольшой, но в принципе покажем вам, что сможем. А сейчас мы вышли в зону люти-фрил. Ну, конечно же, в парфюр мы идем. Амуажик такой. Ого, цены 1100, 1108 дирхам. Интерлюд Black Iris 1108, интерлюд 53 тысячу 550. А, что я вам перевожу? Вот же 430 долларов написано. Через камеру не увидела. Вот белый стенд Амуаж. Такие цены, конечно, да, интересные. Так, ну где там Наташа пропала? Ого, Наташа сразу в горлен. Вот фудкорт, кстати. Едой так запахло. Наташа тебе едой не запахла, а вот двери в фудкорт. Прикольно. Нет, а ты бачишь, что ешь уже, можно понюхать. О, да. Помните, в Дубае мы вылетали, даже понюхать нельзя было. Боже, какая красивая коллекция. Какие бутылочки. Ух ты. Красивый девочек. Красота какая. Так, по 147 это вот коллекция вся, да? Аква-аллигории, да. Как по 147. 147 долларов. А, долларов. Я просто сразу сказала нашим телеглядачам, что мы уже вот видим прям цену в долларов. Я уже хотела купить, ты слышишь? Это 201 доллар вот это вот все. Ой. Слушай. А вот это вот, нет? Что это такое? Это не тестеры? Это кто-то... А, это кофе. А, не свечай, это кофе. Бесполезное кофе? Да. Ну, а что-нибудь попробовать понюхать? Ну, давай сейчас я спрошу. Спрошу у девочек сейчас и вернусь. А что ты спросишь? Ну, тестеры. А что? Шалемар. А, да? Ну, давай. Нормально. Это тот, который мне очень тяжелый, да? Шалемар. Шалемар у нас по 151. Красота прям какая. Дальше, что у нас еще есть? Ну, давай какие-нибудь так попробуй, чтобы ты рассказала вкус. Вкус, цвет и запах самый главный. Цитрусовый такой, люденький. Но с чем-то как с... А мне он мед напоминает. Мандарин. О, мандарин. Мандарин-мазелик. У меня медовость не стекает. Ну, вот чем мы обычно занимаемся в дьютике. Немножко понюхать парфюмы, набрызгаться. Наташа раз так набрызгала, что у меня весь полет тошнило. Семьи разными ароматами. Да, все хорошо. Да, и вот сейчас еще сувениры посмотрим. Фудкорт покажем. Ну, вот, и небольшой такой. Последнее время ничего хорошо не пахнет. Вот. Чуть изменилась. Ну, кстати, Victoria's Secret. Мы показывали в каких-то видео. 14 долларов. Это очень дорого. Оно бывает за 15 дирхам на распродаже. Я брала где-то, по-моему, такой вот похожий Аквакис за 25 дирхам. То есть это где-то 5-7 долларов. Ну, это вообще, конечно, не загнули. Наташа, ну, понюхай, пожалуйста. Кюкен Барен Грин Ти. Вот реально какой-то огурец. Ну, вообще, как-то аромат у Victoria's Secret так себе, честно. Чего? Ты веганная. Ну, вот один только получился. Это у меня Дейзи фиалочка. И больше мы его не видели. Подарили мне на работе. А так, конечно, честно. Дейзи это ромашка. А не фиалочка. Дейзи это фиалка. Ромашка Камомил. Дейзи это фиалка. Да. А что я думала, что? Не знаю. Ну, я же английский знаю. Поэтому так и получается. Вот распродажи. Кельвин Кляйн. 35 долларов. Есть за 66. Вот такие ароматы. Как я люблю шучить. Версаси. Ну, Версачи 59. Ну, в общем, тут вот 40% скидочка. Ну, всегда есть какие-то скидки. Но не всегда, конечно, есть твой аромат. У Давида в полу-отер есть. О, иди сюда. Вот эту фирму ВУЦ. А ну, покажи. ВУЦ, да. Ну, оно что-то такие... Еще-еще. Поверни, ага. А вот они. Ну, это же... А вот распродажа есть, кстати. Это типа элимиратские, или какие? Ну, 390 дирхам. Это что-то за сколько-то. И по-моему, цена 90 дирхам. 108 долларов. Угу. Тут все они в ВУЦ по 108. Не знаю. Народ, кто эту серию знает, напишите коммент. Я вот, честно, впервые вижу. Интересно. Коробочки красивые. Я же смотрела на сайте, где-то и увидела. Ну, что-то мне оно не нравится. Ну, может быть, оно... Ой. Так себе, да? У меня что-то... Вот какой-то немалополем. Нету такого эффекта, что... О, боже мой! Все, с ума сойти хочу на ножа, понимаешь? Такой он и мой эффект. О, это похоже на гриз. На гриз Диор. Реально. Эден. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это делает, эту фирму? Таарабы? Французские. Французские? Французские, угу. Фирма французские и ароматы арабские. А, ну, арабы? Спасибо. Я знаю. Да? Вот это точно. Вот этот вот Эден. Это вот гриз у Диора есть. Гриз у Диора, да? Ну, вот мне на мой взгляд. Мне коробочки нравятся. Такие вообще классные. Ага. Ну, так, чтобы влюбиться, я не могу. Пока не влюбилась в аромат, да? Ну, нет такого, чтобы прямо с ума сошел. Хочу, не могу. Народ, прикиньте, мы вам только что рассказали, что женщина не проверила ничего. Выбираем из Наташи парфюмерию. Прибегает запыханная. Не знаю, кто нас нашла. По камерам, наверное. Боже, вы летите в Кению. Где ваши визы? Мы такие, ну, вы не спросили. Мы еще удивились. Она такая, к визе. Посмотрите, просто пакет документов. Просто вот пакет документов, которые мы оформили в Кению. Тут нужна виза, QR-код для путешественника. Все распечатки, что ты оплатил за визу. У нас есть и приглашение, и билет обратный. Она смотрела, говорит, ну, слава богу, летите. Не, она сейчас пытала, вы резиденты. Да, ну, такие вопросы и поспрашивала. Ну, проверила визу, туэтический пост. Я же говорю, мы такие с Наташи отходим, думаю, как у нас визу, что-то странное, как у нас визу. Короче, народ, это смешно. Посмеялись. Запыханный прибежал. Так что, да. Профтыкал человек. Ну, подивимось, подивимось. Легкого пути нам, да? Вот вам рассказали, куда мы летим. Интересно, вы комменты поставили? Ставьте лайки теперь. Ну, вот стоечка с финиками. Что у нас здесь? Конфеты. Да, вот. Купи один, один бесплатно. 12,47 долларов. Ну, дороговато, я бы сказала бы. Вот, вот, за 6 долларов. Ну, это хорошие финики. Но 6 долларов они не стоят. 25 дирхам, они 6,7,8 стоят дирхам где-то. Вот такие вот, как в сиропчике. 19,5 долларов. Ну, не знаю, можно найти, конечно, и дешевле, если вы покупаете в городе. Даже в Дубае, в Шарджи, неважно. Вот, конфетки такие, 6,65. Еще финики с орехами в красивой коробке. 8 долларов. Сироп классный, кстати. 7 долларов, 28 дирхам. Обычно на 18 стоит. Ну, понятное дело, что в Дьюти Фри все всегда получается дороже. Ну, вот, орешки, сухофрукты. Кто не успел купить. 5 долларов и какие-то там. Купи 2,25% скидки будет. Чернослив 10 долларов, 10,80. Микс такой орешков 12 долларов. Это вкусная. Ну, Бояр вообще классная, классная фирма. Вкусный инжир 13,30. Курага 15,37. Вот, все в долларах уже хорошо переводить не надо. 400 грамм 17,87. Это у нас алмонт, миндаль. Кешью 19,52. Почти 20 долларов. Это вот фисташки почищенные 35 долларов. И, кстати, наш грецкий орех очень дорогой здесь. Вот, 20 долларов 36 центов стоит. Ну, Бояр классная фирма. Но, опять-таки, конечно же, покупайте все в городе. Тем более, мы много раз рассказываем, какие магазины хорошие. Какие покупки надо делать. Что там у нас дальше? Давайте, вот еще, кстати, девочка-продавец отошла. Вот. 6 долларов такая пачка фиников. Прикольно, что можно просто еще потрогать, что свежие они или нет. Вот, 6,93. Ну, да, почти 7 долларов. Вот такие еще конфеты. 18,56. Не знаю, выбрали себе что-то. Честно говоря, насколько мы знаем, сколько можно купить в городе и за какую цену, конечно, мы здесь ничего и не выбираем. Вот красивый килограмм дейтсов, ну, фиников, 12 долларов. Красивая коробка. Если что-то, конечно, не влезло у вас в кладь, докупить дьюти-фри, ну, вот 4 доллара, 400 грамм. Ну, неплохо еще. Более-менее, 15 дирхам. А ну, Наташа, пожалуйста, почем кофе в фудкорте? Пожалуйста. Так, я вражные шотики жалуюсь, да? Так, рассказываю. Так, какая уже классная чашечка просто. Есть два размера, это один размер, это самый маленький, есть немножко побольше. Значит, капучино стоит... Капучино это мне. Это тебе 22,25. Ну и цены. А горячий шоколад 26. Но, но, при следующей покупке больше, чем на 30 дирхам, мы имеем шанс получить мафию. Мафию, ну, боже мой, кексик. О, кстати, вот, давай, открывай нашу сумочку, которая очень долго сохраняет тепло. Мы про нее рассказывали в наших прошлых видео. Сейчас я посмотрю, как у нас. И показывать. Не, ну там уже... О, сумочка! Сколько тут еды! Так, у нас, что у нас здесь? Круасанчик. Потом там печенюшки есть. И, конечно же, бургеры. Мы будем есть эти вкусные бургеры, которые мы тоже всегда покупаем с собой. И мы показывали. Ну и хватит. Распаковочку в... Дубайском аэропорту. А, так, можно, да? Ну да. Там просто... Я долго ждала. Такая булочка интересная. Мы обычно его... Он не в фольгу заворачивает. Мы ее не видим, да? Сейчас завернули в картоночку. Мы перепаковали. Это наша перепаковка. Перепаковали, запаковали. Здесь все вкусное, куриное котлетка. Это наше прочтение. А что там упало? Это мой санитайзер упал. Мы находимся в большом фудкорте таком. Им скоростной. Давай. То есть стаканчик мы с собой забираем, да? Ой, мне так подобно, свежим не бывает. Ну, пойдем сполоснем и кинем сонку. Ага. Так, как карандаши ставят. Ну, давай, знакомимся снова с бутербродом. Почавкаем в камеру. Все, что так любят наши телезрители. И вообще все телезрители. Это я люблю. А кто на любое есть? Не, ну я люди, какие они любят. Чтобы создать новогоднее настроение. Так, а теперь дай выносить. Макдональдс, да, сравнение. И цель. Ой. Вот это котлетища. Ну, это, извините, оно уже. Бывает даже капусточка какая-то положена. Ну, мы ее уже. Как это выглядит, он непрезентабельно, но дико вкусный. Нет, это не котлетища. Это же... А сбивная, куриная? Куриная. Ну, мы называем ее котлетища. Да. Просто и сервис. А сколько он котлетища? Берем мы его в Фаружу. Да, уже 20 подорожало. 20 дирхам уже. 4 за 80 мы вчера брали. А было? Было. Ну, когда-то было, по-моему, 15, потом 17, 18. Да, вот так вот. У меня сейчас водитель, когда мы ехали, рассказал новость, но я не знаю. Мне не хочется в это верить. Но он сказал, что в следующем году повышают ватт до 9%. Ага. Сначала был ноль, а потом был 5%. Ну, посмотрим, что Новый год нам принесет. А я пока, с вашего позволения, тоже займусь вкусной котлеточкой. Ммм, так подожди, дай еще посмотрим. Ага, ну давай, да. А це я не знаю, что это. Это шоколад, наверное, твой? Думаешь? Не знаю. Уже не уверена. Ну, це мой шоколад. А, это вот тоже шоколад. Это мое капучино. Ну, можешь попробовать шоколад и сказать, как себе шоколад здесь. А, дурайте. Потому что в Косте вкусный кофе. А в Косте мы не брали шоколад, да? Не, не брали. Ммм, смачненький. Классный, да? Ну, все. Вот Косту рекомендуем. А вот мы делали обзор видео в Тим Хортенс, в Макдональдсе. Видео посмотрите, но, в принципе, хотите вкусный кофе? Это или кафе Карне или Кране в Манграх, да? Или джинс-кафе Глория или Коста. Все, вот наша троечка в Эмиратах. Нет, есть еще. Мы не пробовали, но люди говорят, в Дубае есть Ростерс, по-моему. Громче, громче. По-моему, Ростерс, украинский хозяев. Кофе вкусный, по-моему. Ну, будем в Дубае зайдем. В Дубае молли, по-моему, они есть. А пока у нас, пока другое направление. Ммм, смачно. Постри, булка такая желтая. Так, смотрим, друзья. Водички мы в Кранике не набрали бесплатно, хотя бутылки с собой взяли. Значит, будем покупать. Дирхам это не так дорого, это нормально. Я не знаю, как что, бросить, да? И? А там же инструкция для СПВ-набыта. А нажми. Не-не, вон там кнопочку нажми, выбери, что ты хочешь. Ну, водичку, что я хочу, ребят. Она одинаковая. Давайте вот эту вот. И все. Вот, получила. Ну, так нечестно, отсюда ничего не упало, была не улетая. Ох, холодная. Теперь Наташа. Бросаем монетку. Кстати, гирхамчик такой красивый, с чайничком. С таким кофейничком. Тоже как на сувенирчик, очень даже ничего. Так, ну что, погнали. Теперь я хочу вот отсюда, давайте. Не работай. Тихо. Интрига бешеная. Плес, трай. Интрига. 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 Давай вот эту. Ну и. О, пока. Все равно я хотела правую, но вот нас... Ти бачишь, вони різні. Вони різні. Ну, чё різні? Ой, в тебе не гарно тут это. Все. Давай. Все, водичку взяли, отлично. Мы очень довольны. Ставьте лайк. За водичку. Да. Все, друзья, переместились мы в самолет. Уже вон, Наташа, вам машет. Сейчас мы летим Air Arabia. И это не визаэр. Мы вылетели, мы всего лишь на полчаса. На полчаса опоздали. Но это не опоздание вообще. Я вам покажу. Вот девятый ряд у нас. И разносят еду. То есть снова у нас в билете есть еда. Помните, мы показывали, как мы летели из Дубая. Ой, из Дубая, из Кракулахлая, Дубай. А сейчас мы будем пробовать еду здесь, в Air Arabia. Посмотрим. Все покажем, все расскажем с вами по поводу. Снимай, снимай. Да. О, с чем? Да, посмотришь, что назад. У меня дочка. О, а я-то думала, водичка. Сколько тут? Ну, и все. Внутри. И то бишь ее сдадут? Да, мне, по-моему, с курочкой у тебя с Атаром. А вот, сейчас мы читаем, что у меня. Смотрите, я смотрю, что у меня. Давайте разбираться. Там дури, чикен, тико. Вот, ну, сейчас. Да, ты? Ой, там так мужчина храпает, что... Не, ну, честно. А у тебя что-то за таром было. А, не за таром. Зинджер. Что за зинджер? Самалина, бред. Что за зинджер? А что такое зинджер? Не знаю, что знаю, что такое зинджер. Давай, я буду снимать, ты будешь распечатать. Чекай, самалина, это что-то такое? Ладно, сейчас узнаешь. Ну, там была кнопочка и выбор еды, и ты выбирала. А еще можно купить, да? Еще можно эти вот боксики, она была доплатить, доплатить, что у них 4,50 долларов, 5 долларов. О, мы сейчас у девочки подивимось, что она есть, да? Да. Ага, мы смотрим, что она кушает. Так что, развертаешь? А, я? Да. Так, сейчас будем смотреть, что... О, так он прямо-таки развернул и бутерброд, потому что... Вот он. Так, выпадет... Так, подождите, дайте я... Смотрите, у меня девочка, я иду, да. Добрый, любимый человек. А что ты? А, а у меня есть вологи серверки. Да ладно, давай, я сейчас высвечу тебе, не так? Ну, народ, когда летайте, лучше дезинфицировать, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию по прилету. Вот теперь выезжает еда. Что там тебе, курка? Курица, сейчас курица, тандурит тика. Что ты мне показываешь? А, тут артист. Да, да. А сколько она? С девятого по двенадцатого. С девятого по двенадцатого. Острого? Нет. Нормально? Угу. Такое толенькое мясо, как паштетики. Ну, нормально. В смысле паштетики? Какие паштетики? Ну, толенькое мясо, как паштет на масле. В смысле, оно не вываливается как котлетка. О. Нормально. Да, у девочки попробуем еду. Да, девочки. А чего она будет делиться с нами? Ну, пусть она почапкает на камеру. Ну, ладно, девочка не открыла. Давай ты теперь открывай, давай мне камеру. Давай. Посмотрим, что у нас в Аэр-Арабии сегодня. Что такое сомалина? А хлеб какой-то, мне кажется, с этими, с кунжутами. А, немножко острое у меня. Да? Да. Сомалина, сомалина. О, вот, наверное, сомалина. Чика, это сомалина, это не манка? Манка, точно. Манка. Надо я на пристаю. Так, что там люди? Люди кушают, да? Мест народ чавкает. Да, она раз чавкает, это хорошо. Хорошо, что закрыла, так куча тебя видно. Кто шире рука, вискрыет. Давай, давай. И что такое, зингер? Соленый огуречек, что ли, у тебя-то? С яйцом, по-моему. Я не понимаю. Давай, сейчас будет распаковка бутерброда. Я тоже не понимаю. У тебя там намазочка прям какая-то. Сейчас мы его вывалием на полу, и все будет удобно. Ну, ничего. То, что две минуты не лежало, можно есть. Ишь, у тебя мясо какое-то не такое рыжее, как у меня. Котолетина какая-то. Сейчас, дай пеньку. О, тут такой соус, реальный. Это, ну, скажи мне, пожалуйста, майонез вместе с этим. Девочка, кушать начала, да, я просто кушала. Ну, девочка. Ну, рисик нормальный, бирянин такой. Ну, все, приятного ей аппетита. Наташа заворачивает. Это такой вкусненький, ну, не тартар это, да, соус? Там соленый огурчик вместе с майонезом. И такая огурочка. Наташа говорит, соленый огурчик вместе с майонезом, если вы не услышали. Ну, как вы слышите, шумит, очень самолет и плохо может быть слышно. Вот, так что мы приступаем к еде. Вот, и надеюсь, удачного нам прилета в прекрасную новую страну. Ну, Наташа вкуснее бутерброд. Пусть не? Да, Наташа едой делится. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!